Всем привет, ребята, с вами Юранка, и вот у нас с вами заключительная была серия, а сейчас она у нас с вами более заключительная. В предыдущей две серии мы с тобой уделили одной миссии, там где мы назначили новую главу в Песнем Городе, да, по-моему, Най-Сити. А потом нам с вами позвонил Рид. Под конец я решил это всё оставить на эту миссию, на эту серию, и он сказал, что дату нашей операции не согласовали, однако ему нужно выехать из Най-Сити, и он хотел бы поговорить с нами на заправке перед нашим отъездом, точнее, перед его отъездом. Ну что ж, вот мы с вами как раз-таки это всё оставили, скорее всего, эта серия будет полностью заключительной. Я так подозреваю, что больше не особо вижу смысла вообще что-то-либо здесь делать в игре, а нам придётся с тобой, по всей видимости, двигаться пешком, причём такое очень хорошее расстояние. Сейчас попробую с тобой, наверное, взять транспорт, ну, соответственно, я до туда доберусь, и мы с тобой продолжим. Не вижу смысла, что что-то здесь речь не раз наговаривать, но не знаю, к чему готовиться, скорее всего, нас опять киданули, потому что это, ребяточки, суперпук. А здесь 90-95% концовок обычно это какое-то кидалово. Ничего удивительного. Сегодня будет экстраординарно. А даже так? И почему вдруг? Я совершил прорыв в исследовании. Моё открытие позволит сети Доломейн расправить крылья. Вполне экстраординарно. Не буду мучить вас подробностями. Никто не любит болтливых водителей. До скорой встречи. Интересно. Просто сел в машину, короче, я вызвать решил свою тачку, и он с нами тот хитман, который этот лысый, из суперпука решил заговорить. Ладно, поехали, ребят, когда берёмся на место, продолжим. Ранчо Коронадом, чтобы помнить, всё-таки территорию открывали, насколько я помню. Общество Барт Мороза. Общество Отморозка. Барт Морозка. Морозка. Отморозка. Ну что? Сейчас, наверное, надеюсь, что-нибудь хорошее нам скажут. Тараспорт, средства, покупка. Не, нахрен, нам не надо ничего покупать. У нас так машина хватает. Ну что? Вовремя, ещё пара минут, и меня тут уже не будет. Не было. Чёрный Тортон Меррима, как ты сказал, теперь с минуты на переднем сидении. Помните, у тебя всё в порядке. Ты спешишь, уже как мечтал. Хотя бы скорее уехать, могу предупредить. Но зачем же? Может, я надеялась на то, что мы разменёмся. Я сказала, что я понадобился в Вашингтоне. Это же сколько тебе ехать. Кстати говоря, я не очень люблю поезда. Интересно, кстати говоря, какое там расстояние. К тому же мне нужно время, чтобы подумать. Чем больше времени, тем лучше. Значит, это путь в своём себе. Ты так себя наказываешь, навестишь... навестишь стойку. Стойку уже прооперировали. Будешь её навещать? Сами в хороших руках, но предстоит долгая реабилитация. Она ещё не скоро пройдёт в себя. И что её ждёт? Слушание в Конгрессе? Майз не любит показанных жестов. Но не вернётся в ФРО и будет работать дальше в качестве наказания. Сама виновата. Не хрен было врать всем вокруг. Ладно, Рид, в чём дело? Что тебе нужно? Я не вопрос, который не даёт мне спать. Я пока не нашёл на неё ответ, но, может, ты мне скажешь. Когда падал в брезанский шаттл, почему Сони позвонила тебе, а не мне? Ну, повезло, что с Дашью Майресом она считала себя предательницей, и она знала, что тебя будет сложнее обмануть. Она руководствует с логикой, а не эмоциями. Блин, я-то откуда нахрен знаю? Ты чё, вот у неё это и спроси. Она считалась её предательницей, и она боялась, что ты сдашь её Майрес. Я не знаю, чё ответить. Чё мне ответить? Она знала, что тебя будет сложнее обмануть, и она надеялась, что я её пойму. Но понимаю тоже, я знаю, каково это, получить смертный приговор. Класс. Ох, трандец какой-то с этими вылетами. Наконец-то всё это, весь этот кошмар прекратится со всеми этими странными вылетами. Надеюсь, что я её пойму. Хоть получить смертный приговор. Знаю, с кого-то получить смертный приговор. В моём случае, он был вынесен и исполнен. Вряд ли сумме об этом забыла. Ты не позвонил ей ни разу, за 7 лет. Спросил лучше у неё самой. Ты пропал уже на 7 лет, обрубил все контакты. Я не мог поддерживать с ней связь, у меня была своя роль, у неё своя. Сонг знал правду, я была хорошо известна, что ты не предатель. Как же не посмотрел, я пытался её защитить. К сожалению, теперь она всегда с тобой не переживая, суки, она того не стоит. Добой тоже про неё, ты и так сделал для неё больше, чем она заслуживала. Подумал, что о себе, начившись сначала. Немногим людям выпадает такая возможность. Ну, мне пора. Я сомневаюсь, что он вернётся. Спасибо, что поговорил со мной. Поговорил, а? Всегда, пожалуйста. Смотри-ка, он не сказал, что там... Ну, я думал, у нас сейчас грохнет ещё четыре. И чего, погоди. Жди звонка, я скажу, когда я тебя буду готова принять. Опять? Опять? Ты чё, серьёзно? Сколько, ёлки, ждать? Сколько ждать? Ты нахрен, ты чё делаешь? Мою машину сбил? Жалко мужика тебе. Жалко его. Ну, типа того, от него безнадёга веет на километр. Скоро повесится, я думаю. Почему-то до сих пор не повесился. Вряд ли он же обещал мне помочь. Но за семь лет же не повелся, теперь у него есть шанс включать новую жизнь. На такой работе вряд ли. Он буквально потерял всё, что у него было. Просто ещё этого не понял. Президент его стороны стала военной, чё подружка послала его, как солнце не светит. Да. Всё, во что он верил, превратилось в говно. У меня отчасти то же самое, ребята. Не совсем так, конечно. Он точно повесится. Знаете, все граффити с арканой в песне в городе. Положи звонка от 3 до 1 день. Давай подождём. 1-й день-то, подождём. Как тогда 1 день? Ага, нахрен. Стоял там у помойки, блин, с бомжами. 7 дней мы там прокрутили. Помнишь, по-моему? Я тебе уже рассказывал-то, да? Чё у нас с тобой? Так, броневые лечаи цена 40 единиц. Такую штуку надо взять. Вот эту ячейку, потом планты для скелета я хочу получить. Это нам же такая, это самая нужна очень такая штука-то. И вкачаем с тобой, давай, технику. Потому что техника и интеллект это самые две темы. Это вот интеллект у нас с тобой за кибердеку отвечает и за наши киберимпланты. А, нет, техника отвечает за киберимпланты и за броню, по сути, а интеллект у нас отвечает с тобой как раз таки за кибердеку со всеми этими переплетаются в свою руку. То есть есть люди, которые, наверное, вкачивают силу-реакцию, там, например, там, сила холоднокровия. Вот эти три здесь, в принципе, взаимосвязаны. Это реакция с силой холоднокровия. Деллект с техникой, я считаю, они вместе взаимосвязаны. Пересекаются несколько. Чё, ждём тогда от него звонка, давай. Чё, нам ещё тихая жизнь. Подожди, звонка три, да не день. Я так чувствую, сейчас свалит куда как можно дальше и нам сообщит что-то очень-очень нехорошее, вероятнее всего. А если он повесится, реально, как говорит об этом сейчас Джонни, то это будет вообще полный, ну, очень такой момент совсем положительный. Ну что ж, давайте подождём. Итак, звонит нам Риду Тарид. Наш хирургер понят запустение ароматуры, готов избавиться от своего конструктора. Вау. Серьёзно? Скажи честно, какие шансы, что я выживу? Получим хирургом это части света. Не справиться, не сомневайся. Охренеть, да ладно, я думал, я думал, нас кинут, а есть способ сохранить инграмму? Инграмму, я могу сохранить при операции. Нет, матрица не сможет остановить твой разум, если оставить какие-либо данные из биочипа. Сколько времени с вами операция, восстановление? Мы точно не знаем. Может неделя, может месяц. Может месяц. в любом случае найди, кто будет кормить твоего кота и поливать цветы. Окей. Да, я готов. Скажи, куда лететь авиа ФРУ? Желательно, чтобы это было безлюдное место. Безлюдное место нахрен в городе? Видите, у меня скорость магазина эзотерика мисти. О! Это место мы помним. Хорошо, мы будем ждать. Да ладно. Да ладно. Ни хрена себе. Слушайте, а мне там не грохнут? Нет, частно. Давай сохранимся в всякий случай, а то с теми вылетами наконец-то. А мне говорили, не слушай этих ФРУшников. Посмотрите, ребята, вот я не представляю, как он такой честный. Ты посмотри, реально, он же просто честный. Оказался. В нем была искренность. А мы на бабу с вами повелись на эту узкоглазую. Я никогда узкоглазым не доверялся всеми этими вашими всякими хидатакими адзаки, этими бабазаками вонючими. Ага, узкоглазыми. Вот кто еще у нас узкоглазый? Этот директор Nvidia, вот этот начальник узкоглазый. Тоже вот вы ему доверяете вот этому вот Хуангу? Конечно, а вы знали вообще, что у Хуанга его сестра в АМД работает? А? Которая директор АМД. Это же брат с сестрой. Или кто там это его? Тетка? Тетька? Они же родные люди. Ты представляешь? Ты можешь себе представить? Просто вот это как? Это их семейство узкоглазых вообще захватило. Просто весь бизнес под себя поджали. Все бизнесы под себя узкоглазые одни только поджимают. Алиэкспресс, посмотри. Все узкоглазые поджимают под себя. Все. Посмотри, какая у них хитрость и наглость. Что они делают? Не говорю, конечно, за всех филиппинцы хорошие ребята. Они выделяются из всех узкоглазых. Это хорошие люди. А вот остальные, остальные какие-то хитрые. Ладно. Это все юмор. Надеюсь, я никого не обидел. Простите, пожалуйста. Просто шутки. Искренне надеюсь, что... Бомжа, отойди нахрен отсюда. Алкашня, блин, тупая. Так. Так, а здесь внизу у нас с тобой этот был. Может, ты должен был долг вернуть? Кажется, клиника Виктора, да? Я видел с ней странный рисунок. Ты не в смеси, только. С тянуте рисунок. Я на стенах только видел кое-что странное. Ну, типа, рисунки на стенах, но только не настоящие. А, бывает, кероси, игорюч, давай, гляну. Давай, гляну. Не, не, это не глюк. Рисунки слишком сложные. Кероси, игорюч. Блин, сколько времени здесь не были, Насколько они превышены, что озвучка русская, мозг не справляется с объемом данных, вот и ключик, либо данные ебашат прямо в кору. С этим можно что-нибудь сделать? Не, ну, разве что как-то избавиться от биочипа. Понял. Ну, ладно, мужик. Ну, давай тогда. Покедова, спасибо, что помог. Огромное тебе. Сейчас мы как раз таки от него и идем избавляться. Ну что, а как никто нас не заметит, мы же в городе. Привет, я Эшли. Что? Привет, я Эшли. Мы не встречались, если по плану, то и не встретимся. Пришлось побродить по сети, чтобы найти тебя, потому что решил взломать Харон Экзотикс и угнать их машинами в эту мависмент, как будто своих проблем не хватало. ничего страшного. Все, ты даже не можешь оставить себе тачку. Идет кто-то его, кто вообще? Эшли какая-то. Я на тренер на подряде у Харон Эзотикс и покорежил мой код, когда я отвлекся на подработку. Ты мне штажер, предлагаешь сделку, предупреждаешь, что там находится. Че надо-то, блин? Че за нахрен, баба? Конечно, предлагаю сделку, тысяч процентов, Харон. А, вот еще отбрехаться, если она сейчас ездит. Погоня сработает, мне поможет. Делка выгодна на обуви, я считаю. Ланки, твои условия. Есть коротко, тестирающие данные с модуля памяти машин с моего благословения. Она становится твоя. Помогу тебе попасть на парковку, это должен быть что-то лезь не по машине. Не должно остаться вообще ничего. Когда сотрешься, говорит, нахрен, отстань от меня, баба. Я еще ничего не ответил, мне уже задание дали. Не доделал, я с тобой поднялся на крышку. Все. Подруга, это самое, отвянь. Потом будем разбираться уже. Когда-нибудь, может быть, а может быть и не будем. Нахрен, в общем, баба, все, отстаньте от меня. Так. Че такое? Во, здорово. А вот и оно, полученный карт Таро, мир. Миру мир. Как говорится, ну че, присядем на дорожку. На крышу. А, подожди, ты уже сказал ФРУ. Топ, они засунули свое приложение себе в жопу. Пожалуйста, не надо звонить Ридом, найдем другой выход. Да ты что? Это какой? Не видел сообщения. Они сотрут меня. Надо объяснить, что это значит. это было понятно с самого начала, я думал, все будет по-другому. Ты знал, что я буду сражаться за жизнь, это было понятно. С самого начала было понятно, ты думал, что они вытянули тебя из одной головы и закинут другую? Я думал, что меня хотя бы запакуют и уберут в ящик. Вообще надеялся то, что ты поможешь мне перескачивать сеть. Я ему уже помогал. В оригинале, ребята, мы часть проходили с вами нормально, там, мы его туда, помнишь, отправляли? Они же хотят меня вырезать, словно я какая-то опухоль. А че раз и не так? Точка недозврата. До сих пор точки недозврата, когда позвоните Риду, все они не выполняют знания, получат заказы, станут недоступны, до тех пор, пока не завершить основную историю. Ставить неаконченные дела, завершить их, прежде чем звать ФРУ. Мы все закончили. Все решено. Писаться, потенциальная, провальная авиантюра или выбрать операцию, убрать очевиден, Джонни. Ты прости, конечно, Джонни, но я звоню Риду. Ты сейчас на месте? Конечно, забирайте меня в любое время. А я уже в пути, скоро будет у тебя. Так, какое-то безлюдное место, нахрен, какое безлюдное место? Здесь крыша. В среднем города, значит, тут так. А у тебя были какие-то сомнения, это же мое тело. Джонни, ты понимаешь, мы запихнули беочи в бошку, а это моя жизнь. Ты призрак. Твоя жизнь уже давно закончилась, ты сдох. Написать друзьям о своем уезде и знайте это дополнительно. Забыл сказать, пока ждешь... Чего так? Один из хроргов сказал мне, что полумодаления НГРА можно найти несколько дней. Станет большим испытанием для мозга, поэтому еще несколько недель придется потратить на восстановление. В общем, разбери там со всеми делами и до встречи. Забыл сказать, пока ждешь Ави, сообщи своим друзьям близко, что вылетаешь из города. На всякий случай, только без конфиденциальной информации, конечно. Окей. Видишь, даже как... Ребятушки, уезжаю на пару недель. Ветхик, мне не будет на Сити. Деговорно, если кто-то будет обо мне спрашивать. Дай заказы, есть в отпуск, скорее на лечение. У нас этот... Стало, что понятно насчет биочип, надеюсь, ты нашел проверенную клинику, а то в мире полно широтен, кто наживает с ученой ученией. Не беспокойся, если ты так, Вик. Клиника проверенная, конечно. Ну да, естественно, нахрен НСША или как их там звать. Виктор, Вектор. Бесплатные шмотки, спасибо. Привет, малыш, подумал, рваные футболки, Юктор. Причем здесь... Причем здесь... А где все остальные? Где баба, а этот... Как ее? Где все? Вы что, серьезно? А где все-то? И это все? Как же, если будешь что-то, говорят, надевать... Подождите, чего? Где все? Где... Где эта баба? Где все бабы, которых мы с тобой в оригинальной игре собирали? Мы где находимся? Что происходит вообще? Где все там? Это... Это... С какого момента нас загрузило-то так? Охренеть, вообще никого нету. Ну все, ребята. Некоторое время спустя, блин, уже утро настало, охренеть, пару часов летели они, ага, говорят, малолюдное место, да, малолюдное место. Посредине города. Давайте, пятый мент, пятый элемент. Все, докурил, Джонни. Хорошо быть кошкой, хорошо собакой. Джеймс Восс, ФРУ. Виа, правильно понимаю? Очень приятно. У меня большая честь познакомиться со спасателем президента НСША. Все уже знают, что я спас Майерс. А если все знают, что я спас Майерс, думают, это та государственная тайна, которую нельзя разглашать. Официально ничего не случилось, внутри ФРУ, слухер, слоняется быстро. А где рейт? Не успела к вашему вылету? Надо держаться на задании. Не в спокойствии, в хороших руках. Просто ходить, доктор, отценить в расстанях подготовит вас к операции. Как-то это все волнительно. Что это как-то... Доктор, ребята, а это проотвлатный врач или меня по полю СОМС будут сейчас лечить? Слушайте, если... Здравствуйте, я буду одним из наших хирургов. А что это с проверки на сети? Может, послушать через личный порт? Что скажете? От моих нервов все что-то осталось? От моих нервов все что-то осталось. Давай посмотрим. По Wi-Fi там, законнектись там. Запилингу меня так стать. Wi-Fi, блюпу, всякие фрешки эти. Черп, конечно, немало, но все поправимо. Неужели? Я бы попрощался с городом, опять начинаю новую жизнь. Пинишас на новую жизнь. Может, открыть дверь, хоть и посмотреть на город. I want to enjoy the view. Don't worry. Вы летаете совсем ненадолго. Мало ли. Откроете, что вам стоит? Я не собираюсь прыгать. Я не собираюсь прыгать. Пожалуйста. Посмотрим на город. Последний раз. Старый добрый Найт-Сити. Самый смерто-носный из поражений позднего капитализма. Да уж, один раз он тебя пощадил, но ты... Да, класс. Это, походу, Джонни так борется за свою жизнь, что у меня Каберпанк вылетает постоянно просто, чтобы я его не из своей головы типа не вытащил. Ты пощадил, но ты смотришь мои слова, если пропадешь сюда снова. Я же тебя пощадил, да? Да уж, тебя вспоминать не буду, я ничем не жалею. Как-нибудь справлюсь, я же не стану повторять свои ошибки после всего, что случилось. Да уж. Надо же, мне кажется, твои шапки тебя ничему не научили. Сдавляю, можешь гордиться своими достижениями. Так как было Гай... Ты так было Гайс как осталось, что ты от меня хочешь, Джонни. Что ты от меня сейчас хочешь, Джонни. Осмысление, честность, немного сожаление, раскаяние. Интересно, за что? Мне нужно раскаять, за то, что я борю за свою жизнь? Нет. Это то, что ты жертвуешь моей. Может, все-таки не будем ругаться, я просто хочу жить. Просто хочу жить, Джонни. Я дал это понять еще в начале. Ты мог поступить иначе, мог пойти сальт, пробиться в микосе. А, я помню, мы это уже делали. И что? Я выбрал более безопасный вариант. Помнишь, мы с тобой выбирали, по-моему, так как одну из концовок. Да, 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 мы же выбирали ее. Ты предлагаешь делать вид, будто с нами ничего не происходило. Просто заснуть сладким сном и все. Хотя, проснешься от него только ты. Мне жаль, что так получилось, это заслужило Джонни. Ладно, уж сделаем по-доброму, скажем, что мне жаль. Прости, Джонни, мне жаль, что ты не смог уйти так, как тебе хотелось. Так, как хотелось. Я понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Это просто слова. Да, но я хотел, чтобы ты их услышал. Жаль, что так в другой жизни мы могли бы стать лучшими друзьями. Интересно, что же помешало нам в этой? Мы слишком разные. Существует очень разное, но мне особо хотелось протираться друг к другу. Меня возмущало, что я приколен человеку, который не разделяет моих ценностей. Я все время пытался пробудить тебя вместо того, чтобы слушать. Прибор фактирует всплеск сильных эмоций. Позвольте вам лучше не пригружать мозг. Мы не знаем, как стресс на него влияет. Да уж. Когда мы стрелялись, интересно, у него стресс не подпрыгивал, нет? Удивительно. Ну что, пора прощаться. Да, наверное. Как думаешь, у нас получится просить друг друга? У меня получится. А у тебя? Думаю, у меня тоже. Как-то тяжело, знаешь, даже. На душе просто. Простить друг друга за какие-то неправильные поступки. Воу, Вия, ты что, не спал? Даже если нет, пора вставать. Джеки. О, Джеки. Здорово. Джеки. Ты что здесь делаешь? Это не Чан, правда. Вия, ты меня слышишь? Погоди, на русском языке. Выражение из основной игры взятое. Наконец-то. Холмс. Во. Просыпаемся. Наши лучшие специалисты с тобой оперировали. У Арасаки даже по-не лучшие специалисты. Вот и видишь. У Арасаки, по-моему, даже не лучшие специалисты были, как здесь, представляешь? всегда хорошо, когда есть те, кто поддерживает. Семья-то, теперь, может, ты свое найдешь. Может, и ты свое найдешь в Найд-Сити. Ладно, увидимся. Если бы мы с тобой, было бы больше людей, это значит, до момента... это были воспоминания. С тем, с кем мы с тобой. Помнишь? Взаимодействовали, их нету здесь. Вот этих вот девчушек там и прочих-прочих. Че говорит? Че говорит из меня? И ты меня слышишь? О, Рид. Слышишь, сруида. Кажется, да, слышу. О, и говорить могу. Отлично. Есть разговор. Красивый вид. Красивый вид. Что? Из окна. Ага, травка из нее, птички поют. Ты к такому не привык. Это ты? Ты как-то изменился. На тебе пикселей побольше стало. Картинка почетче. Прям как с выключенным DLSS. Джиндж Лэнгридт, скажем так, меняет людей, тут я не исключение. По поводу разговора, как-то сейчас стремновато пошло дело. Ты все-таки, мне сказали, у тебя новая работа, у тебя обязанностей, на меня времени нет. Кто сказал? Когда? Вайс в Аве. Тебя с ними не было. А, ты про это? У меня не было повода там присутствовать. Вся ситуация немного другая. Как ты узнал, что я очнусь? Врачи спрогнозируют, что на юридорстве сегодня максимум завтра. Тебя начали приводить чувства несколько дней назад, вручную. скажи, как ты, как жизнь? А что ты пишешь новобранцевого чая? Ничего особо выдающегося. Такой у него с пальмами еще этот, в глазах, ты же раньше снимал с другими вещами. В любых условиях я все равно уже не смог работать. Можно сказать, что тут, как там с вами? Получилось ее вылечить? Мне уже давно такие дела не посвящают. Давно? Я надеюсь, что она жива. А сколько времени-то прошло? Рад, что ты зашел. Мог бы заплатить цветы апельсина. Раз ты проснул, значит, операция прошла успешно. Все не так просто. Врачи, спаси тебя, ты будешь жить. Чувствую, сейчас будет но. Будет. Чтобы спасить тебя от интеграм, потому что скоро не перестроит твою нервную систему. не вдупляю, что-то. Что это значит? Объясни, братан. Что это значит? Что-то как-то стремновато стало. Твои нейроны перестали удерживать нагрузку от имплантов. Твоя мозг сейчас справится с речным портом простыми процессорами. Про боевые импланты придется забыть. Прости, Ви. Твоя преодолевшая жизнь пришел конец. Это еще не все. Не, ну, типа, жить простой жизнью без имплантов в чем проблема? Как обычный человек простой. Что без ата в чем? Не пойму. Я так живу, что? Ты был без сознания два года, сейчас 79-й. Сколько? Да ты гонишь. Ну, так потому что он много поменялся, он говорит, поверь. Я тоже хотел, чтобы было иначе. 79-й. Ты решил, то пошутить, скажи, что это розыгрыш. Ну, в коме всего лишь два года пролежало, в чем проблема-то, что такое-то? Или я, не знаю, скажи, что сам не уверен, не в курсе, еще что-нибудь. Я хотел бы помочь, но не могу. Все так всегда, все хотят мне помочь, и почему-то никто не может. Он сказал, почему? Ты как? Все нормально? Мне надо, мне надо пойти к окну, мне надо подышать. Ноги ватные, ходить тяжело. Ты лежал два года, Ви. Заново учиться ходить. Ну, ты хотел же выжить, Ви, ты че? Это одна из самых, по-моему, лучших концовок, жить нормальной жизнью, без имплантов, стать нормальным, обычным человеком. Почему врачи не применяли... Как они вообще мудрились проводить нейронную систему, не могли запустить нано-роботов? Вроде как нейроматрица ухудшилась по целостной клеток и регенерация. Мы все перепробовали, правда. А что, что стало с моим хромом? Имплант пришлось отключить, иначе было нельзя. Это зависело от твоей жизни. Ну да, они же обещали его спасти. Они его спасли, в чем проблема? Живой ходить может, дышать может, смотреть может, слушать может. Чем еще надо-то тебе? Мужик, когда я смогу вернуться в Най-Сити? Ты брат, Най-Сити? Когда мне выпишут? Могу хоть сегодня, сначала подумай, если... лично, где мои вещи? Ты послушай меня, твое тело необратимо изменилось. Снимаешь, что у нас хватит, чтобы выжить в Най-Сити? А тебе какое дело? Ты сказал нам, не оценивая помощь, мы хотим прожить тебе работу в Ленгли. Вау. Мне не нужны ваши подачки, я к этому пока не готов, понимаю, что ты хочешь помочь. Давай, в чем проблема-то? Мне даже работу хотят предложить, да посмотрите, как они не помогают. Ребята, делайте выводы. Все нормально. Я не понимаю, что он так из себя ставит-то вообще. Мы его чуть не застрелили, нахрен, при этой бабе. Он все равно продолжал нам помогать. Жесть просто. Разработчики, Супер Пука, я от вас такого не ожидал, вы просто молодцы. Браво. Браво. Браво, ребята. Необычно, реально крутая концовка. Просто, что остаться живым без имплантов, зато ты живой, здоровый. Жесть просто. Он еще выпендривается. Я понимаю, что ты хочешь помочь. Давай ответим. И что я буду делать, если тебе кофе и бумаги на подпись? Я понимаю, что ты хочешь помочь, но сам знаешь, что мне это не нужно. Мне было бы спокойнее, если бы ты ушел из наемников. Я не хочу так жить, Рид. Нормально так жить. Жить как раньше, ты все равно уже не сможешь. Мне надо подумать. Не знаю, может, когда-нибудь надумаю, но сейчас точно возвращаюсь в Найт-Сити. Да зачем туда возвращаться? Добавьте еще одно слово в какую-нибудь концовку, чтобы остаться с ними, то... Не хочу провести всю свою новую жизнь здесь. Дело твое. Когда решишь, что делать, вызывай медсестру. И если придумаешь, ты знаешь, где меня искать. Рид? Как думаешь, мы не ошиблись? Точно все правильно сделали? Надо бы сказать спасибо. Я не знаю, Ви. Я боюсь, как я тебе ответ на эти вопросы. Он столько для нас сделал. Вы понимаете, вообще нет? Стать, воспользоваться ноутбуком. В чем... А в чем разница? В чем прикол? Позвони друзьям набрать, кому приехать. Выбрать, кому приехать. Наемника никто не ждет. Что-то название, конечно, такое себе. Что мы предлагаем? Как тогда? У нас с тобой 34 минуты, 35 минуты. может, напоследок оставим потом? Вызвать медсестру, встать, стул. А в чем разница? Давай встанем. Он может ходить-то вообще? Блин, он учится ходить заново. Может ходить, нормально он ходит. Два года, да уж. два года был в коме, что-то. А что можно было взять? Короче, ребят, давайте туда оставим на потом. Сама была швиранка. Это была как одна из концовок дополнительных. Да, мы с вами оставим на потом момент, чтобы посмотреть, что у нас, как дальше с вами будет и что мы можем с вами вообще здесь сделать. Чтобы было вам легче, проще так задержались. Так что, на этом пока что не забудьте поставить лайк, рассказать друзьям огромное спасибо. заниматься, до новых встреч, скорость не прекращайтесь, огромное количество гайдов. Вот, с плей все круто, сможете видеть у меня на канале. Воспользуемся ноутбуком, посмотрим, к кому можно будет. Возьмем с вами кулон какой-то. Можно будет потом это сделать. Давай, это оставим, потом глянем. Мне будет даже интересно. и как раз будет концовочка. Так что, всем пока, не переключайтесь и пока-пока, сам Божий Ран, до встречи, ребятушки.